Девушки отдыхают 26 sierpnia w Gdańsku wielki koncert. Koncert z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności. Koncert artysty, który sprzedał w swoim dorobku 60 milionów płyt. Znany jest na całym świecie, a jego wkład w rozwój nowoczesnej muzyki pozostaje nie do przecenienia. Artysta ten to Jean-Michel Jarre, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jako Europejczyk, jako człowiek ze świata, jak zresztą często Pan podkreśla, na pewno zdaje Pan sobie sprawę z tego, jaką wagę dla nas, dla Europy i dla świata miało powstanie Solidarności i to, co później owo powstanie przyniosło. Czy ta świadomość powodowała, że czuł Pan obawy przed tym koncertem, czy raczej dodatkowo inspirowała? 25. rocznica powstania Solidarności jest wydarzeniem, które dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy ktoś jest artystą, czy hydraulikiem. Jest ono na pewno elementem inspirującym dla mnie jako artysty. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę wziąć udział w tym przedsięwzięciu. A a a a a a a a a w aquest moment. A tak aktista. Powstanie Solidarności, to co później działo się przez 10 lat, to było takie nasze rozłożone w czasie, w pewnym sensie zdobywanie Bastyli, ponieważ to była nasza droga do wolności. Nasza, jak się później okazało, nie tylko nasza, bo i innych narodów. To dla nas wielki powód do radości. Ale okupiony też, ta droga, okupiona mnóstwem ofiar i poświęceń. A zatem wydaje mi się, że w takim koncercie trzeba będzie zabrzeć i jedno, i drugie. Ciekaw jestem, czy ma Pan już na to pomysł i jak to da się połączyć? Да, абсолютно, потому что, наконец-то, мы можем считать, что я очень согласен с вами. Продолжение следует... 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 Музыка – это спрва дзвенку. Музыка может быть в результате процесса transformации, поскольку inspirацией может быть дзвенка дзвенка, ударяющего о сибы или вычае вятру. Также из них можно скомпонировать что-то, что будет музыкой. Тогда узмysłовием в себе, какие отдыха смысловое, чтобы не сказать, что-то даже сексуальное, может быть та музыка створена из-за того, которые я называю органическими, то есть дзвенков, выступающих в натуре. Сыбко проблемом стало пренесение музыки электроничной на сцену. Слухачи привыкли до сценичных выполнений композиции класичных и symфоничных, также до таких гатунков музыки, как например рок-н-рол. Как пренесить на сцену музыку электроничную и как отдачь ей душе, это было именно вызвание, в котором я станула. Зачаłem прерпать inspirацию из оперы, этого очень важного гатунка музыки, особенно в XVIII и XIX веке. И пробовали найти для этой музыки новочесные средства выразы, средства, которые могли бы отдать то, что крыет себя под эту музыку, созданную через электроники, ласеры, синтетизеры и образ. Симфонографы, пирожные, декоратели, люди, которые делают костюмы, но используя технологию и техники моего генерации, которые будут электроники, видеорол, лазер, чтобы найти продолжение, и, в котором я создал с тем, что приготовление таких спектаклей, с которыми мы связываемся, смотря на концерты Жанна Мишла Жера, это гигантная машина, в том, что касается людей, которые учат в этом, тонны спрятов, и потребуется гигантическим управлением. Czy Pan jest również pewnego rodzaju менеджером tej rozpędzonej машины, czy też tylko i wyłącznie артистą, którego obsługuje sztab ludzi specjalizujących się w budowaniu takich przedsięwzięć? Крótко говоря, кто есть сефом? Отповедам за сторону артистyczной, за творение dzieła, и то не только на пласшище музыкальной, но и визуальной. Мне кажется, что когда-то даже ваха я между музыкой, а сценографией и маларством, тем, что у нас есть внутренний вид. Продолжение следует, что в этой ситуации сам занимаюсь в сторону креативной этих спектаклей, а разумею через то и музыку, и выгляд, и те эффекты сценографичные. Но в отношениях уже более технических, специалистичных остаются в экипе людей, которые работают со мной от многих лет и которые с уверенностью отличными специалистами. Нам всем желаю, чтобы этот концерт был знаменитый и чтобы он остался на дуго в вспомнениях. Это была интересная разговора, вопросов остается множество. Нам надея, что это не будет последнее встрече. Нам надея, что еще встретимся и найдем час на разговоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»